История незаконной парковки около дома 39 на проспекте Ленинского комсомола длится с осени 2015 года. Именно тогда сотрудники госадом технадзора вынесли предупреждение жильцам о том, что подъемные механизмы, ограничивающие парковку для других машин, будут срезаны. Жители до последнего не верили, что это действительно произойдет. Ведь уже 10 лет, как они устным согласием между собой, поделили парковочные места и обустроили площадку. Теперь их возмущению нет конца. Я приезжаю с работы, мне машину поставить негде. Ну я заплатил свои деньги за асфальт, за все заплатил. За благоустройство я заплатил. Заплатили жители еще и за парковочный блокиратор. Цена вопроса около 2000 рублей. Удобно и просто. Но что же делать тем, кто не успел занять свое место на парковке? Автовладельцы уверены, доброе дело сделали, благоустроили парковку возле своего дома. И теперь хотят только одного – парковаться в любое время на собственной, отдельно ограниченной территории, забыв уточнить, а является ли их желание законным. Вот и собрались по их душу сотрудники управляющей компании и госадомтехнадзора. В дело пошла болгарка. Ломают мою парковку. А почему она ваша? Потому что хотите вы на нее поставить. Потому что я ее построил. Подняты блокираторы, и человек не может поставить машину. В связи с чем будут данные блокираторы удаляться. Разрешение администрации не выдавало. Собственники парковочных мест, как установили здесь, в аренду землю не оформляли. Однако законодательные нормы допускают возможность оформления парковки собственных жильцов дома. Нужно оформить придомовую территорию в собственность квартирного дома. То есть в общую долевую собственность. Для этого нужно провести собрание собственников жилого дома. Простым большинством принять решение о формировании этого земельного участка в придомовой территории. А вот после того, как придомовая территория будет оформлена в общую долевую собственность, соответственно, можно уже будет устанавливать шлагбаум во дворе. И использовать только жильцами этого дома придомовую территорию. А для того, чтобы установить шлагбаум во дворе, нужно будет пройти согласование с ГИБДД и органами государственного пожарного надзора. Довольно трудозатратная процедура. Но автовладельцы решили не тратить время на законное оформление. И после того, как комиссия покинула их двор, подъемные механизмы были вновь установлены. А есть еще один более простой способ решить вопрос стоянки. Хочу парковать свою машину только на этом месте. Именно об этом говорят вот такие методы ограничения для других желающих стать здесь. Но это всего лишь психологическое воздействие. Ведь никто вам не мешает взять дорожный конус, убрать и припарковать свою машину.